Что будет с ольготной ипотекой? Насколько надежна работа карт визы и мастер-карт в России? Какую помощь оказывает администрация Химок предпринимателям? Ответы на эти и многие другие вопросы озвучили на брифинге, который глава Химок Дмитрий Волошин провел с представителями банковской отрасли, бизнеса, инициативными горожанами. Работники химкинских филиалов, ведущих банков, рассказали, как теперь будет работать финансовая отрасль в условиях санкций. Есть пул вопросов, который сегодня у населения сформировался. Квалификация ваша здесь нужна, безусловно, для того, чтобы давать исчерпывающие ответы. Главный вопрос, который волновал горожан, работа способность банковских карт, платежных систем, виза и мастер-карт. Карты физлиц на территории России и виза, и мастер-карт, ну и, естественно, карты МИР работают тоже без ограничений. За счет того, что у нас на территории России используется своя платежная система НЦПК. А что касается работы карт за рубежом, 10 марта карты виза и мастер-карта не ограничены. При этом эксперты отметили, что картами визы и мастер-карт на сегодняшний день невозможно расплатиться через систему мобильных платежей Apple Pay и Google Pay. А вот карта МИР с этими системами работает. На телефонах Apple через Apple Pay, на телефонах системы Android через специальное приложение МИР Pay. Также химчане интересовались, смогут ли они снять свои сбережения в валюте. Сейчас вы можете снять 10 тысяч долларов, а остальное вы можете снять в рублях по действующему курсу. Америка наложила на нас санкции, но тем не менее они разрешают почему-то в Россию до сих пор возить доллары. А европейские банки закрыли операции совсем. Поэтому это связано с тем, что неважно в какой у вас валюте вклад, снимать можно только в долларах. Глава химок отметил, что при покупке валюты необходимо учитывать конечную цель ее приобретения. И добавил, что сегодня в плюсе оказались те, кто вкладывал деньги в страну. То есть, если вы хотите инвестировать, то инвестировать можно в химки само собой. Беспроигрышный вообще вариант. Сегодня даже недвижимость. Квартира раньше стоила 70 тысяч рублей квадратный метр. Буквально несколько лет назад. Сейчас 200 тысяч. Это что, не инвестиции? Я думаю, что это лучше любой валюты точно. Многодетных родителей интересовал вопрос, будут ли для них действовать льготные ставки по ипотеке до 6%. При условии, что ставка ЦБ выросла до 20%. Программы работают, они будут работать, они работают до марта следующего года. Но тут важно понимать, что семейная ипотека подразумевает покупку у застройщика. Также представители банка рассказали, что делать людям, у которых кредиты в валюте. Есть валютная ипотека или кредит. Как житель продолжает платить? Он сам принимает решение. Он либо может обслуживать валютный кредит, либо может рефинансировать его в рубли по текущему курсу. Может перевести, соответственно, да, в рубли его. Есть ли какие-то кредитные каникулы или ничего нет? Если у него, соответственно, получается, что доход в связи с этим резко падает относительно платежа, то, возможно, отсрочка. Понятно. То есть, возможно, кредитные каникулы. Это важно. Вопросы кредитования интересовали и химкинских предпринимателей. Ставка по займам на сегодняшний день значительно выросла. Со вчерашнего дня СБИР начал принимать заявки по льготному кредитованию. Для малых предприятий ставка 15%, для средних – 13,5%. Льготная ставка на срок до 1 год. По словам руководителя муниципального предприятия малой бизнес-химки Марии Семеновой, в области работает фонд микрофинансирования, который сохранил ставки от 2 до 9%. Сумма кредита – до 5 миллионов. Покупка вашего оборудования, оборотные средства, аренда – это ваши деньги. Может быть, как и поэтапная выдача займа, так и несколько займов подряд. Дмитрий Волошин поручил составить список химкинских предприятий, которые могли бы стать потенциальными партнерами. Он отметил, что задача администрации – поддержать наш бизнес в условиях санкций. Введение санкций затронуло мелкие и крупные химкинские предприятия, в их числе компания «Аэромар», которая обеспечивает питанием пассажиров авиарейсов. По словам генерального директора предприятия, сегодня в организации работает более 3,5 тысяч человек. Дмитрий Волошин отметил, что продукции предприятия можно снабжать муниципальные организации. Аналогичную помощь следует оказывать и более мелким предприятиям. На совещании губернатора на этой неделе озвучили 8 новых антикризисных мер поддержки, на которые могут рассчитывать предприниматели. Так был введен мораторий на проверки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы. Отсрочка составит 6 месяцев. У компании будет право не снижать уставной капитал, а штрафы будут заменены на предупреждение за первое нарушение. Кроме этого, будут уменьшены штрафы для малых и средних предприятий. Также действует горячая линия областная 0,150. Уже действующие и будущие меры поддержки администрация города планирует освещать регулярно, чтобы и коммерсанты, и жители городского округа знали, на какую помощь они могут рассчитывать в условиях санкций. Редактор субтитров А.Семкин